Салфеточку берем и проходим обратно, пожалуйста. Сегодня Дмитрий Находкин не только главврач областной станции переливания, но и один из первых доноров, решивших сдать кровь за неделю до праздников. За год у Дмитрия Александровича выходит до шести донаций, а за всю жизнь он сдал компоненты больше 80 раз. Из-за своей группы крови он универсальный донор. У меня первая отрицательная группа крови, поэтому мои сотрудники меня часто приглашают в экстренных случаях, для того, чтобы я сдал свою кровь. Традиционно в преддверии новогодних праздников на областной станции готовят стратегический запас кровяных компонентов. Так что в последнюю неделю уходящего года доноров становится больше. Не только постоянных, но и тех, кто пришел впервые. У Олега Савельева сегодня первая в жизни донация. Нормальное, обычное ощущение. Страшного в этом нет ничего. В ходе первый раз, вроде как бы, но... Собирался долго, в общем. И сегодня решил, как бы не один сюда пошел. Он с братом, там с другом еще. Вот, втроем собрались, поехали. На соседнем кресле его брат Анатолий. Он уже прошел больше 10 кроводач. Как опытный донор знает, какие требования надо соблюдать и в чем себя ограничить. Ну, в основном, правильный жирный, там майонез, ничего такого жареного. Там перед сдачей сладкий чай. Вы все соблюдаете? Да. А также на пару часов до и после нужно забыть о никотине. Кроме того, на донацию не возьмут доноров с массой тела меньше 50 килограммов. Не дадут сдавать кровь и тем, у кого перед кроводачей низкий гемоглобин, а его уровень обязательно проверяют перед процедурой. Каждый день станции переливания крови принимает более 50 человек. Но во время новогодних праздников врачи станции уйдут на отдых. Во-первых, это длительные такие выходные, в которые люди обычно сложно с соблюдением диеты. Они нарушают ее, это во-первых. Во-вторых, все-таки потребность в выходные гораздо ниже. Это только экстренные ситуации. Плановых операций не проводятся. Поэтому такого большого ажиотажа по потреблению компонентов крови мы не ожидаем. Зато уже после 8 января учреждение будет работать в прежнем режиме. Чтобы узнать, какая кровь в данный момент нужна на станции, достаточно посмотреть на донорский светофор. Он функционирует на сайте ядонор33.ру. Кроме того, на станции сформирован реестр постоянных доноров. Сейчас их насчитывается более 9 тысяч человек. При острой необходимости они получают смс с просьбой прийти на донацию. И также на станции продолжают принимать кровь от граждан, кто хотел бы стать донором костного мозга. За год было получено более 200 образцов крови.